ну что ж друзья мои всем привет я сегодня приехала в second hand но сегодня у нас не украшения а всякие чашки и плошки ложки и на самом деле вот мне это помогает немножко отвлечься вот знаете от мыслей в общем-то уйти в этот мир старой пыли вот я выбрала неправильный день потому что сегодня вторник и сегодня очень много людей во вторник секунде у нас скидка для пенсионеров 30 процентов поэтому здесь просто столпотворение и даже на входе стоит охранник учитывая то что в этом магазине мне вечно не разрешают снимать то я как бы немножко рискую но тем не менее я постараюсь смотреть какие милые чашки почему-то здесь написано что их 6 долларов стоит пара из двух а я поняла есть такие две две вот такие чашки и две вот такие вот с таким вот рисунком есть попробую рассмотреть откуда они они очень тонкие очень приятные я обычно люблю покупать пары знаете чайные пары это блюдце и чашечка здесь только чашки чашки конечно не винтажные это китайские и вот даже здесь я сохранилась этикетка за бей это большой магазин нас канадский так что ничего винтажного них нету но чашечки симпатичные вот это тоже очень милая красивая такая замечательная чашка тоже совершенно видимо винтажная сейчас посмотрим так что это у нас сделано в англии сама чашка очень милая и вот я бы подумала что это пара и они тоже как подумали но вы видите они разные посмотрите видите написано что 10 долларов ничего подражали у нас и когда-то покупала по 6 стоит набор из двух но блюдца совершенно другое люди из другой серии сделано в китае свете блюдца современная китайская а чашка английская но как они подходят друг другу их собрали вместе в один набор на самом деле это не это не один набор как вы видите они разные а стоят вместе хорошо что я обратил внимание то я уже ручка моя потянулась хотя за 10 долларов я бы не стала покупать наверно потому что я всегда покупала за 6 но наверное цены изменились вот давайте посмотрим вообще ничего такого особо интересного нету какие-то тарелки смотрите какие симпатичные тарелочки тоже английский фарфор тоже две тарелки за 10 долларов я только не понимаю где вторая тарелка потому что здесь вот разные все они совершенно разные вот когда-то у нас за 6 долларов можно купить блюдце чашку сейчас вот одна тарелка стоит ну конечно мне сейчас напишут что это такой старый хлам кому он нужен и зачем он вообще нужен вот посмотрите какая красивая жалко что одна жалко что чашки не да в общем конечно для кого-то это старый хлам для кого-то это новый хлам я тоже такое не покупаю потому что я вот опять же повторюсь я не хочу покупать просто так захламлять дом на самом деле мне это не нужно посмотреть какая интересная их две такие тарелки видите это конечно современная тарелка потому что написано что ее можно ставить микроволновую печь но тем не менее сделана она в англии за две тарелки 10 долларов они хотят и они сделаны под такой старинный английский фарфор очень симпатично я надеюсь что он хорошо слышно потому что надела наушники музыка гремит так что я надеюсь что наушники как-то предотвратят предотвратят меня от этой музыки так что у нас здесь какая интересная тоже тарелка хамптон непонятного происхождения ну прикольно здесь на стеки фарфора хрусталь хрусталя фарфор вот какой красивый какой красивый чайничек о чем он у нас 6 долларов что это у нас за такое тоже пригодна для микроволновки поэтому конечно это не ничего старинного но сделано тоже в англии понимаете пусть как бы вот даже если это не винта что тем не менее это не китай и сделано в англии что всегда приятно и вот такая же тоже стаканчик такой вот смотрите какая интересная ложечка ложечка сделано не пойму но посмотрите очень интересно и красиво пыльненькая старенькая вот часто здесь бывают очень интересные какие-то знаете прям хрусталя такие прям прямо очень интересные а вот смотрите какая посудина она прилеплена поэтому я не боюсь ее переворачивать стоит она угол 40 долларов что что такое что они так ее дорого оценили с ногами я дальше то лимошь это лимошь поэтому она такая дорогая ну лимошь это конечно вещь классная дорогая и очень ценная но 40 долларов знаете хотя конечно выглядит она шикарно вот но я обычно знаете такие вещи больше на них смотрю любуюсь чем чем покупаю потому что если честно ну это знаете для тех кто продает для них возможно это какая-то вот ну можно как бы подумать что можно купить за 40 продать за 50 чем я сомневаюсь еще хочу вам сказать что вот всякие хрустали и фарфоры не очень хороши для перепродажи только лишь даже потому что при пересылке допустим вот такую штуку надо она очень нестандартного размера и формы я нужно очень хорошо запаковать хорошую коробку иметь хорошие всякие там обертывательные материалы что уже само по себе как бы в принципе увеличивает расходы на на ее пересылку и как бы уменьшает уменьшает доход от продажи здесь у нас тоже есть отдел где продаются всякие железяки если девочка продавщица ходит я хочу переждать то что у меня несколько раз в этом магазине просили не снимать но я надеюсь что ей все равно пока что она молчит но давайте переждем ее ее присутствие вокруг меня и потом я продолжу ну что у нас тут очередные чашки тарелки смотрите какая интересная шкатулка написано капеллана ванкувер значит это что-то канадская стоит она 6 долларов не знаю что за капеллана но на вид очень-очень милая приятная такая фарфоровая штучка и вот здесь вот какая смотрите красивая чашка одна чашка два блюдца какая красота Бавария немецкая смотрите какая она очаровательная маленькая чашечка и вот два таких вот блюдца не знаю сколько они стоят целованиях нету здесь у нас тоже вот такая вот интересная красавица розового цвета английская royal crafting какой-то сервиз красивая но не очень хорошим состоянии в общем много у нас всяких вот для тех кто любит вот всякие тарелки чашки royal albert тоже английская тарелка прекрасное состояние сохранившись им почему-то нету на нее цены вот она одна и там вот тоже тарелочка почему-то они они их поставили пары хотя они вообще никак никаким образом не пару вот такие вот две тарелочки орлеанская роза тоже из-за английского фарфора по 10 долларов посмотрите какая очаровательная и они вот есть двух видов две формы вот такая вот квадратная и вот такая вот много многоугольная даются они по отдельности хотя они конечно явно пара какие тут еще у нас всякие странные интересные посудки ну в общем короче старый-старый хлам всячески старинный старинный хлам yellowstone это конечно тоже не винтаж что тут у нас еще интересного вот здесь такие есть посмотрите какая красивая девушка скульптура посмотрите как сделаны все окружева вот тут вот я уж совсем ничего не понимаю в этих вот скульптурах фигурках какие-то обозначения 7 долларов они за нее хотят видимо ничего ценного она не представляет но посмотрите какая прекрасная красавица там же есть кавалер сейчас мы его вытащим вот такой вот кавалер музыкант со скрипкой за 9 долларов причем этикеткой они заклеивают все маркировки и становится совершенно непонятно что это такое представляет ли он из себя какую-то ценность но я не думаю что он представляет какую-то ценность очень легкий фарфор так ну пойдемте назад посмотрим может быть там что-нибудь еще интересное мы найдем здесь неимоверное количество каких-то тарелок которые я вообще не понимаю что они из себя представляют так я вернулась в тарелочный в тарелочно-посудный рай побитая штуковина целый видите набор чайник чайник сахарница без этого без крышечки и молочник очень красивая но опять же за винтажность я чуть сомневаюсь сильно с посудой у нас вообще очень не очень и тем более вот смотрите какой сервис тоже конечно современный я просто пришла в неудачный день китайская да я пришла в неудачный день потому что сегодня день скидок для пенсионеров и сегодня их очень много и все что было более или менее хорошее народ раскупил а я просто пришла потому что так получилось у меня просто было время было я вот по дороге заехала сюда вот такой хрусталь знаете вот как-то с украшением у меня лучше я как-то вижу такие вот ну здесь я тоже я как бы немножко могу определить вещь действительно что-то стоит или просто хлам но не очень честно говоря у меня хорошо это получается я все таки все таки вот вся эта вот посуда хотя я очень люблю посуду но это как-то не совсем мое так ну я вернулась в отделке пытаются всякие всякие железяки посмотрите какие красивые это наверное сахарница и молочник да я вообще очень люблю вот такую железную посуду здесь есть какие-то обозначения которые я тоже не о чем понимаю давайте попробуем прочесть не знаю какие-то номера названия для меня это совершенно совершенно непонятно а вот какой красивый посмотрите 6 долларов красивая штучка и такая же это 10 почему-то хотя они совершенно так странно да они вроде бы одинаковые стоят мне вообще кажется что вот это вот не от нее что крышка как-то она хотя не очень подходит не очень садится хорошо а хотя вот в принципе вот эти две штуки они явно набором вот эту оценили в 10 а это оценили в 6 очень странно но про цены я уже говорила тут у нас полнейший как бы раздрай и непонятность как что оценяет ну в общем тоже ничего интересного много всяких шелезяк но он какие-то прям такие старинные какие-то прям вообще такие непонятно что самовары какие-то вот такая за 9 долларов штуковина посмотрите какой красивый чайник его просто надо отмыть я сейчас хочу его спустить но он просто по-моему не встанет вот сюда видите он не влезет на эту полку поэтому будем снимать его снизу вот посмотрите какой красивый какая ручка у него какая крышка у него 9 долларов если его конечно помыть мне кажется он хикарный совершенно чайник потом здесь всякие хрустальные вот графины графины и графья по чем по 13 ну так что-то мне это не нравится так бокальчики бокальчики граненые упали со стола упали и разбились разбита жизнь моя так моя бабушка пела пела мне колыбельную песню смотрите какие красивые 8 долларов за 2 штуки непонятно что это но в красивой формы с такой вот красивой гравировкой очень интересно или вот такие 10 за 3 вот такие стоят 13 за 5 прям настоящий хрусталь ну в общем прямо море море всяких бокалов стаканов вот такие маленькие 10 долларов за 3 штучки 13 за 7 вот интересные 2 за 8 смотрите какие интересные у них ножка и как они какого цвета красивого так что вам еще интересного показать а даже не знаю больше ничего интересного подыщу посмотри что-нибудь смотрите какая штучка она побитая по-моему внутри интересная штуковина какой-то такой горшок интересно так что тут у нас там вон такая вот каменная урна за 20 долларов даже боюсь представить и вот это за 14 зачем она нужна что в нее можно складывать ну тут мне интересно все эти стеклянные вазочки вот красивые 11 долларов она стоит очень симпатичная ваза ну вот а вообще у нас на носу Хэллоуин а я по-моему не представилась что я живу в Канаде это у меня первый раз на канале поэтому у нас вот на носу Хэллоуин и вот здесь вот куча разных костюмов почему-то секонд-хенды наши всегда очень любят вывешивать костюмы перед Хэллоуином всегда вывешивают костюмы на Хэллоуин если вы думаете что костюмы на Хэллоуин это одни только сплошные ужастики то нет вот здесь всякие пачки балетные причем они как бы продают их это не новый не секонд-хенд это новые вещи новые костюмы вот всякие вот такие вот платья принцесс знаете мы вот тоже собрались на вечеринку Хэллоуинскую не знаю пойдем не пойдем но собираемся и нам реально вот нужно какой-то костюм подыскать и я честно говоря в затруднительном положении честно говоря всегда очень в этом смысле не креативный человек и для меня это прям всегда большая проблема ну вот здесь видите всякие всякие аксессуары разные вот такие вот вот такие вот венки на голову типа для ну в общем всякая дрюнь 29 долларов если вам интересно костюмы в основном детские а для взрослых вот такие вот всякие видите рога для Малефисенты какие-то венки веночки перчаточки вот такие вот для ангелочков фата можно нарядиться невестой можно купить вот такую вот шляпу с вуалью посмотрите какая она красивая правда реально и вуаль и все дела только костюм чего в нем можно изображать я не знаю можно купить вот такие вот рожки и быть дьяволицей вот такие всякие ну в общем в основном даже не костюмы а вот такие вот всякие аксессуары которые из которых можно сделать какой-то типа типа подобие костюма небольшой как много крылышки всякие вот прям настоящие крылышки из перьев 15 долларов они стоят посмотрите так потом ой тут все набросали все валяется на полу маски страшилки всякие парики вот можно примерить потом всякие шляпы в общем ну короче вот вот такое всякое в общем вот всякие такие парики смешные то есть понимаете хэллоуинский костюм это не обязательно что-то ужасное какие-то там жуткие страшные рожи там не знаю что в принципе вот такие вот даже безобидные смешные котики котики шмотики разное вот такое вот платье какое-то совсем какое оно имеет отношение к хэллоуинскому смотрите какое интересное зачем его тут повесли оно типа на таком на кренолине ну как бы как ни странно здесь много одежды какой-то такой необычный который тоже можно применить детский как костюм на хэллоуин вот невесты платье можно значит невесты нарядиться кто кто мечтает об этом вот какое-то платье с паутины смотрите целый прям наряд вот ну что ж друзья мои на этой радостной ноте я с вами буду наверное прощаться на фоне всяких веночков и смешных каких-то здесь можно наряжаться всяких фей эльф 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 эльфов эльфиц посмотрите какой смешной прям даже с грибочком семнадцатого ну прикольно же повязать такое на голову вот так короче значит на этой радостной ноте я с вами буду прощаться всех люблю целую всем мира всем здоровья всем всего хорошего чтобы были только хорошие новости только радостные события в нашей жизни всех обнимаю с вами Владита всем привет пока всем пока Продолжение следует...